друзья всем привет ну что закончился хакатон на которой мы участвовали 48 часов три дня на самом деле были тяжелые для нас для команды вот и хочу подвести итоги рассказать как оно было и плюсы и минусы плюсы конечно же вообще что вообще организовывать такие мероприятия да то есть дают возможность выступить командам дают возможность заявить о себе и может быть получить какие-то заказы на разработку организовано все это было в принципе да то есть сама организация то есть помещение там с плиты все 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 работало кормили хорошо место для отдыха было в принципе нормальная да но не было возможности где ребятам поспать то есть этого этого не было да практически были какие-то пуфики были какие-то диванчики но конечно тяжело это было можно было как-то какие-то матрасики придумать еще что то есть чтобы ну что все-таки 12 команда по 5 человек представляете сколько это людей они все должны хотя бы отдыхать но был душ был кофе какие-то перекусы то есть в принципе все неплохо сколько человек должно было быть команде 5 человек да что такое вообще хакатон да мы ну как в нормальном вот понимание для нас это прийти сделать задание до которые дают то есть это код это программисты да то есть естественно программный код мы в принципе так и думали когда начинался хакатон да типа ребят ну все поехали стартуем мы гимна где задание то а где-то там вот там в группе там думаешь первый раз приехали как бы покажите где какой то вот в ту группу добавьтесь там вот здесь вот здесь задание все ничего не парьтесь давайте начинайте ну мы посмотрели задание хорошо задание есть все отлично сделать платформу для банков в при в первую очередь да то есть ну там курсы от вузов разные курсы ты заходишь выбираешь может быть квалификацию себе повысить и ты на эти курсы можешь взять кредит естественно мы понимаем это все четко понятно что нужно сделать мобильную версию мобильное приложение нужно было сделать все это за 48 часов все это с базами данных все это в интернете все это там с доменным именем то есть все это должно работать да то есть mvp все понятно все хорошо начинаем работать начинаем работать нас выгоняют естественно с димой до 5 человек ребята остаются как бы но наши технические специалисты да то есть ученым там делать с димой грубо говоря но мы там помогали чем могли там через два-три часа ну что ребята ваш чекпоинт надо показывать презентацию на что вы уже накидали какую презентацию на презентацию проекта вашего надо уже начинать говорить о нем как бы презентовать продавать вот мы как бы не в курсе вообще были то что происходит в общем правила никто не дал почитать абсолютно да то есть никаких вообще то есть ребят вы почитаете правила вот здесь что вы должны делать оказывается что каждый чекпоинт их там было очень много потом они дают баллы то есть если ты на чекпоинте показал не показал то что ты там начал делать то ты там получил минус грубо говоря итог какой здесь нужно не показывать свой код даже по моему абсолютно нафиг это никому не нужно было показывать больше презентацию больше продавать больше рассказывать что ты там можешь сделать то есть битва маркетологов мы вообще были абсолютно не готовы к такому развитию событий грубо говоря что нужно делать презентации нужно делать пичдеки родмапы а потом уже как бы ну что там сделаете то есть мы делали упор и естественно мы сделали мобильное приложение мы сделали mvp продукт рабочий абсолютно да то есть со всеми страницами то есть походить по потрогать можно. Это все в интернете уже выложено, все сделано. И когда вот это вот началось, что нужно делать не так, а нужно делать презентации, постоянные чекпоинты, постоянные дергания, постоянно какие-то… А тебе люди говорят, надо делать вот так, а не вот так. И они сами себе противоречат. То есть мы… Один говорит, так, делайте, фантазируйте то, что вы сможете сделать на этой платформе. Другие говорят, ни в коем случае это перечеркивайте. Давайте делать то, что вы уже сделали. Другого варианта нельзя. И в общем вот это вот на самом деле печально, что организация как бы да, делают, организовывают, но подход по мне так неправильный. То есть во-первых, как бы насколько мы поняли, что некоторые команды знали то, что нужно делать. Некоторые были готовы к тому, что вообще к развитию событий, потому что на расслабоне были, они ночью вообще пошли спать, никто этим не занимался. То есть здесь, грубо говоря, хакнули систему. То есть некоторые там договорился, кто-то знал, как это будет происходить. И там тебе не нужно кодить даже. Тебе там показал из фигмы, грубо говоря, там, и презентовал, и все. Ну ладно, это все хорошо. Мы сделали презентацию, мы сделали там все, что требовалось. Естественно, задержка, потому что тебе приходят, говорят, а ты вот это сделал. Так вы это не говорили делать, мы презентацию сделаем. А надо еще мини-презентацию, которую вы будете показывать жюри. Большую эту вы показывать не будете, но она должна быть. В общем, это было, конечно, смешно. Итог. На презентацию, да? То есть там другие команды, там были 5 человек, потом девочки заменились, пришли другие, и свеженькие там вышли на презентацию. У нас ребята, ну, конечно, стойкие, все хорошо, Игорь выходил и сам презентовал. Ну, знали бы мы, что такое расклад, можно поменять члена команды, остался бы я, там выспался, пришел бы, и презентовал бы это все. И презентацию бы сделали, мы бы тогда там занимались бы дизайном, занимались бы маркетингом, то есть продвижением вот этой платформы, которую там мифическое, а не кодом. Хотя мы как бы пришли соревноваться в коде. И мы по данным заняли первое место по разработке, а четвертое место по вот этим всем презентациям, пидждекам, потому что мы реально в срок не успевали, потому что нам говорили, надо сделать, мы говорили, а мы не знали. И начинаем делать, как бы делаем, показываем. Ну ладно, это все хорошо. В итоге мы сделали рабочую модель, все, мобилку, то есть задание сделать, мобильное приложение, и оно должно быть уже готовое, вы должны его показывать. Мы это все сделали, все показываем, презентация, все на презентацию ровно 5 минут. Представляете, вот вы 3 дня трудитесь, делаете вот такую махину, поднимаете, у вас 5 минут. И вас слушают там вот жюри. Что можно за 5 минут вообще рассказать? Вы рассказываете, только рассказываете свое там название платформы, как она примерно действует и все. То есть Игоря тормознули, говорит, все, хватит, стоп. А посмотреть платформу, пощупать у них 3 минуты. Как можно посмотреть мобильное приложение, посмотреть платформу, посмотреть вообще разделы, которые сделали, как они взаимодействуют, как база данных, как шифрование, как все это работает, это можно посмотреть за 3 минуты. По мне так это как-то, не знаю, неправильно. То есть должно быть больше времени, ты должен дать на презентацию человеку, то есть на презентацию компании. В общем, здесь заключалось в том, что как ты продашь. Но мы приехали не продавать, мы приехали соревноваться в коде, то есть в технических моментах. И поэтому, конечно, очень много про грехов, очень много неправильного. Вот у нас ребята, которые заняли второе место, на самом деле, мы тоже приезжали и не побеждали, не понимали почему, мы же делаем все правильно. А потом, говорит, они где-то нашли правила, по которым нужно следовать. И то, что мы пытались, старались делать код, это все нафиг никому не надо, на самом деле. То есть нужно делать, по правилам идти, и рассказывать какие-то придуманные вещи, которые ты там, может быть, когда-то сделаешь каким-то там, не знаю, кодом, когда-то там. Тебе дадут разработку, ты будешь тренироваться. А мы сделали наоборот. Ну, ничего страшного, опыт, в принципе, хороший получился. Ребята все зарядились энергией. Но хотелось бы, конечно, победить. На самом деле, мы не победили. У нас четвертое место. Но, опять же, я же говорю, первое место у нас по технике, по разработке. Мы пошли другим путем, как и всегда. То есть мы именно за техническую часть мы сначала делаем, потом показываем. А там надо было показать, а потом делать. Это не про нас. Поэтому так получилось. В общем, мероприятие классное, но мы решили, что нужно делать, наверное, свое в Новороссийске и делать честно, прозрачно, рассказывать людям о том, что, как это происходит, давать правила. Тем более, мы приехали, мы, ребят, первый раз приехали на такое мероприятие. Нужно было говорить, так, ребят, смотрите, правила у вас вот здесь, вот здесь, вот здесь. Так должно быть. Никто ничего не сказал. И это как бы очень большой минус. Ну, ну что, то есть опыт, опыт, опыт. Ничего страшного. Всем хорошего дня, хорошего настроения. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok